Эта программа посвящается Евдокии Дмитриевне Марченко. Куда уходит время? Откуда оно берется? Современная наука знает очень мало о понятии времени, особенно в приложении к человеческому мозгу, к его жизни и к тому, как развивается человек. Именно этими занимается Евдокия Дмитриевна и ее институт РЛМ, который создан несколько лет назад. Мне кажется, что тема программы настолько необычна и интересна, что многим будет впервые открыто понятие времени. Если это время и теория времени, и ритмология Евдокии Марченко поможет вам стать лучше, жить более интересной жизнью, предугадывать свои события, ловить знаки, которые посылает вам судьба, это и будет результат нашей программы, это и будет результат, которого мы хотели достигнуть в этой программе. Ровно 59 лет назад Евдокия Дмитриевна появилась на свет. И сегодня мы можем сказать, что этот человек не случайно на этой земле, потому что одно из самых сложных научных понятий, которое можно использовать в жизни, исследуется именно в ее институте. Из сегодняшней программы вы точно узнаете, каким образом лично вы можете воспользоваться плодами теории времени, науки и ритмологии, каким образом вы сможете сами управлять своей жизнью. Евдокия Дмитриевна Марченко. 19 сентября 52 года. Город Щучик, Курганской области. Отец. Орлов Дмитрий Георгиевич, председатель колхоза. Мать. Орлова Александра Семеновна. Учительница биологии и географии. Увлечение в школе астрономия и литература. Университет. 1974 год. Окончание полного курса по специальности астронома геодезия. Уральский университет имени Горького, город Свердловск. Физический факультет. Тема дипломной работы. Поведение межзвездного газа в гравитационном поле Солнца. Работа в МИАСе. Конструкторское бюро машиностроения. Государственный ракетный центр. Инженер. 83-90 годы. Создание и ведение группы ритмической гимнастики с элементами релаксации на базе спорткомплекса «Заря», город МИАС. Для женщин всех возрастов. 87-89 годы. Работа в САПФИР. Система автоматизированной психофизической разгрузки. Использование различных методов в исследованиях СМСЧ-92, МИАСа по диагностике и лечению различных заболеваний. 89 год. По настоящее время. Проведение авторских встреч в разных странах. Аудитория до 7000 человек одновременно. Проведено свыше 5000 лекций. 97 год. Исследование влияния ритмов на атмосферные явления и живую природу. В Институте проблем управления город Москва. Семейное положение. Замужем имеет трех детей и шесть внуков. Книги. Общий тираж. Более трех с половиной миллионов. Переведено 5 европейских языков. Существует сеть авторских магазинов «Живая книга» в различных городах России, Украины, Прибалтики. 2002 год. Создан Ирлем. Институт ритмологии Евдокии Марченко. Основная задача института – изучение времени, его влияния на человека и обучение взаимодействию с ним. 2004 год. Награждение грамотой Союза писателей России за разрушение писательских стереотипов и за эмоциональное расширение познания Вселенной и бытия. Евдокеем Дмитриевной были совершены четыре уникальных экспедиции. На Северный полюс в 2005 году, совершенный на атомном ледоколе Ямау, приняли участие 88 человек. Южный полюс 2005 год, вокруг экватора 2006 год и по Гринвичскому меридиану и линии смены до 2007 год. Цель всех экспедиций – изучение времени и его влияния на человека в разных точках земного шара. 2007 год. Награждение орденской медалью Леонардо да Винчи Европейского комитета по наградам и премиям при ООН. 2010 год. Победа книги «Ирлем» на 13-й Киевской международной книжной выставке «Книжный мир-2010». Право мыслить, право читать. В номинации «Лучшее литературно-художественное издание». Член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов. Я не понимаю слова препятствия. Все, что мне нужно и что я хочу, это будет. Это слова Евдокии Дмитриевны. Мозг человека перегружен ненужной информацией. Нас окружает огромное море современной информацией. Старая память, мысли, ментальные какие-то образы, все это заставляет наш мозг работать интенсивно. Но эффективно ли он при этом работает? Это один из самых главных вопросов, на которые пытается ответить теория ритмологии и практика ритмологии Марченко. Как научить человека чувствовать, думать и действовать в терминах ритма и времени? Именно этим пытается заниматься целый институт Евдокия Марченко и ее ученики и последователи. И может быть вам станет более понятно, что такое ритм нашей жизни. Смотрите первую часть программы. Когда есть время, препятствий нет и быть не может. Может быть только собственная оценка ситуации, которую нужно или чуть усилить, или чуть ослабить. Поэтому слово препятствий я не понимаю. Я не знаю, что это такое. Правда, не знаю. Если я что-то хочу, это будет всегда. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мне, наверное, поразили то время не знания, которые она давала, а ее заливистый смех. Вот он живой такой, как ручеек серебряный. Полный зал народа, разного. Естественно, как новичок я приглядываюсь, кто здесь, какие они. Все такие разношерстные, улыбающиеся, разновозрастные. Конечно, на меня так немного поглядывали. Конечно, Евдокия Дмитриевна заметила меня тоже. И вот в тот момент я бы назвал именно какая-то кусток или передача времени. Вот это необъяснимое чувство сердечного импульса. Больше я в жизни ни разу этого не испытывал. В 1996 году я познакомился с методом Евдокии Дмитриевны Марченко, методом Семерноль. И читая книги, книгу за книгой, я понял, что именно этот метод охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека, объясняет устройство Вселенной, объясняет все, выстраивает любую причинно-следственную связь любого события, происходящего вокруг нас. Причем объясняет все процессы происходящей в пространстве и во времени. Если раньше я был не уверен в чем-то, и эта неуверенность сидела внутри, как назревший вопрос, на который нет ответа, то здесь я, имея эту систему, я могу найти ответ на любой вопрос, обратясь к той или иной книге Евдокии Дмитриевны. И выстроив причинно-следственную связь любого события, собрав себя как человека, познав, кто я такой на этой планете Земля, почему меня назвали так, почему я родился именно в эту дату рождения, почему я работаю именно в этих структурах, почему и многие почему, знаете, почему, есть ответ в методе Семерноль. В 90-е годы сюда много-много приезжало, ну разных, вот интересных людей с лекциями, и мы бегали там, ну то про карму слушали, то еще про что-то, вот, и вот, и вдруг в 98-м году говорят, наконец-то, Евдокия Дмитриевна приедет Марченко сюда, и вот знающие люди сказали, что вот надо идти, потому что это на самом деле оказалось чем-то таким особенным, и даже это было за пределами органов наших чувств, то есть восприятие, такое было, что ты улавливаешь какие-то сигналы, это те сигналы тонкие, какие-то высокие, когда вот открывается звездное небо, ты видишь этот звездный свет, и ты, и вот ученые же пытаются уловить, уловить из космоса какой-то сигнал, да, а мы вдруг ощутили это тогда, что с нами говорят. Я когда начала работать с мозгом человеческим, мне нужно было добыть из него вот этот чистейший образец драгоценностей, я даже их назвала изумрудные скрижали, вот я беру мозг человеческий, а там может быть огромное количество пустой породы, он может быть грязный, ну как алмаз, допустим, и бриллиант, насколько они отличаются друг от друга, так и здесь, и вот начинаю от этого мозга человеческого, ну как ювелир, наверное, убирать, убирать эгрегориальное начало, убирать корневое начало, привычки, стереотипы, и вот то, что потом остается, это уже чистейший образец, это мозг, который может жить во времени. Ну прежде всего я на все смотрю из времени, и для меня мои детские фотографии, это начало времени, или как я это называю, сгусток времени. Этот сгусток времени есть просто проявление. Вот есть и я, но не в том состоянии, как меня можно видеть, наблюдать, отслеживать, как-то со мной беседовать, и считать, что я — это проявленное существо. Сначала я абсолютно непроявленное существо, и оно начинает проявляться. Во время рождения, естественно, идет максимальное проявление времени, а затем время, оно всасывает пространство, и я начинаю себя как бы из микроэлементов набирать, набирать, набирать. Поэтому, когда я отсматриваю свои образы, набором возраста, а значит, набором времени, которое течет сейчас и здесь, оно для этой земли реально, оно реально для этого человечества, потому что люди так договорились, так воспринимать себя с возрастом. Для них так течет время. Естественно, когда я стала проявляться на этой земле, набирать форму, набирать объем, набирать микроэлементы, мне очень хотелось сразу вернуться во время. И началось это практически, ну, еще в дошкольном возрасте. Я начала торопить время, поэтому и в школу пошла много раньше, чем мои сверстники. Но так все складывалось. Как бы все взрослые специально устраивали мою жизнь, лишь бы я не потеряла ни секунды времени. Вот почему был выбран Урал для приземления? Это самые старые горы. А самые старые я никогда не выбирала. Естественно, я выбираю не Урал, а за Уралье. Я выбираю огромную-огромную площадку. А потом с Байконура стартуют корабли. Большая-большая степь, чтобы ничего не мешало. Должно быть огромное объемное пространство. Вот его я и выбираю. А семью, чтобы мне там было комфортно, я ее начинаю складывать тоже очень нестандартным образом еще заранее. То есть мой папа начинает заботиться о своей мачехе, с которой его ничего не связывает, потому что он был уже взрослый, но у той есть двое детей. Он, вопреки своим партийным традициям, нарушая всю партийную дисциплину, на год уходит и заботится о людях, которые к нему никак не относятся по крови. Они вообще не его. Но мне нужна эта женщина, мне нужна эта бабушка, мне нужны эти люди. Кстати, когда она умирает, и они двое, вот уже сын у нее умирает, но потом что там нет? То есть это последний узелочек генетической программы, который нужен был только мне. Он вспыхнул очень ярко и сейчас угасает. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Она у нас, вообще-то, была самая умненькая девочка. Мы в подготовительной группе, по-моему, еще виделись. Я ее помню. Ну, обычно дают призы там за улыбку, за голос, за то да сё. Так вот, это была, как говорится, наша улыбка. И наш такой мягкий, всех наш радостный голос. Дуся была просто светлячок. Такой замечательный человек. Постоянно удивленные, расширенные, красивые такие зеленые глаза, как у колдуньи. Очень любила гадать, так же, как и мы все гадали. Ну, как всякие девчоночи разговоры, девчоночи забавы или увлечения. Красились, друг другу прически делали. Ну, было просто замечательно, конечно. Самое счастливое время у любого человека, видимо, это студенчество. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Случайно или нет, Евдокия Марченко пришла в физику и в астрофизику, это большой вопрос. Может быть, она могла бы стать химиком, как она сама писала в своих воспоминаниях. Может быть, но в любом случае, будучи физиком или химиком, биохимиком, физиологом, ее основной интерес проявился к изучению мозга. Потому что мозг человека – это одно из самых сложных творений природы. Это объект, который изучают многие науки, но ни одна из них не ставит во главу угла понятие времени. Еще в девятом классе мне писали в стенгазете, Дуся звездочки считает, астрономом стать мечтает. Так желаем мы тебе побывать на лебеди. А лебеди – это самое яркое созвездие, на одной из самых ярких северного неба. И никто никогда не сомневался, что я буду астрономом. Я же, когда пришла в университет, встала, все было нормально совершенно, закрыла глаза, и химия или астрономия. Мне нужно было выбрать. Если бы я выбрала химию, естественно, я бы со стороны тела стала всем все рассказывать, возможно, глубже бы погрузилась в медицину, в традиционную, нетрадиционную. А так мне потребовалось небольшой отрезочек, когда я там находилась, во всяком случае разобралась, в чем необходимо, как в человека вводить время грамотно, чтобы не нарушить его процессы, которые протекают в его теле. Поэтому, естественно, я сразу выбираю астрономию. Поскольку единственное определение, которое я услышала на Земле времени, это звезды светят временем. Меня это привлекает, я начинаю заниматься звездами. Я изучаю звезды, изучаю солнце, изучаю небо. Причем я это делала всегда. Да, с самого детства для меня самые приятные картинки были, это когда можно было упасть на Землю и смотреть за небо. И обязательно это должны быть галактики, звезды. Это звезды, которые бросают сюда время. И потом идет очень острое ощущение, на что же люди смотрят. Ведь если они видят звезды, здесь на Земле они видят очень старые звезды. Звезды такими были миллиарды лет назад. А когда они становятся на эту Землю, они тоже видят очень старую корочку. Потому что там есть плазма, есть магма в этой Земле. А когда доходит, доходит, твердеет, твердеет, твердеет. И мы получаем маленькую-маленькую корочку, которую называем культурным слоем, и на ней живем. Получается, что культурный слой есть не что иное, как древность Земли. Вот и ситуация. Я хочу во время, я хочу в настоящее время, а получается, что по одной стороне я вижу звезды, очень древние их фотографии, их юные фотографии этих звезд. И вижу Землю тоже очень древнюю, то есть очень юную, старую. Теперь представляете, юная становится старым, а старый становится юным, поскольку хочется в настоящий момент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так где же родилась идея времени? И как она родилась у Евдокии Марченко? Известное выражение. Зато мы делаем ракеты, и впереди планеты всей, в чем в области балета. Совершенно верно. Так вот, в ракетном центре в Миасе работал молодой физик, инженер, и исследования, которые там проводились, были связаны в том числе и с изучением ритмов. И мне кажется, что именно там зародилась идея заняться понятием времени и ритмологией. Вы знаете, любой ученый, любой человек, который открывает что-то новое, должен своим личным примером показать, что это новое может жить, имеет право на жизнь. Евдокия Марченко в этой части программы предстает перед нами как человек в кругу своей семьи. Счастливый человек, у которого есть дети, внуки, и который знает, чего он хочет. Может быть, именно ее собственная жизнь является подтверждением того, что выбранная ею теория времени и ритмы, и знаки судьбы, которые она использует в своей собственной жизни, является подтверждением правильности ее теории. Посмотрим. А дальше получаются такие условия, где дальше взять время. Если со звезд его взять невозможно, оно уже древнее. Значит, надо рожать детей. Что я и делаю в раннем возрасте практически. Мне только исполняется 18 лет. Когда по законам государства, где оказалось, можно выходить замуж и рожать детей, я начинаю это делать. Редактор субтитров А.Семкин Дети – это есть снова время. Значит, каждый ребенок дарит время. Благодаря ребенку я снова могу попадать во время. Даже когда, допустим, меня спрашивали, а почему у вас дети отличные, почему они с золотыми медалями учатся, что вы с ними делаете. Как бы я могу передать свой опыт, но пригодится ли он вам? Он настолько уникальный. Я просто их очень люблю и с ними живу. Я никогда не проверяю их уроки, никогда не встраиваясь в их дела, потому что это их дела, они сами их сделают, да? Но с удовольствием. Рассказываем сказки, рассказываем о времени, передаю это время, чем могу и как могу. Сейчас у меня уже будет шестой внук рождаться. Представляете, трое детей. Шестой внук. И я счастлива абсолютно. И у меня на всех есть время. Никто не знает точно, что такое время, что за этим понятием скрывается. Так может быть, именно деятельность Марченко нам поможет понять. Это ёмкое и вечное понятие. Вечное, как сама бесконечность. Природа имеет свой ритм. Она имеет свой план, естественно. Но природа, она пространственное образование. А пространство полностью подчиняется времени. Это примерно как ваши пальчики из глины лепят какие-то фигурки. Время – это ваши пальчики. Пространство – это та самая плотная материя, та самая глина. И, естественно, если я вступаю в договорённость с планетой, если я хочу этого, планета послушает, потому что планете нужно время. Она пространственное образование. Современная физика изучает время. Современная психофизиология также изучает время. Это понятие как некая константа или переменная используется во многих физических формулах. Свет далёкой звезды, которую мы видим, которая умерла миллиарды лет назад, это тоже некая линия времени. Сейчас наступило время, когда нам наконец-то пора осмыслить, научиться работать со временем и войти во время. И вначале это всегда кажется сложным, непонятным, вызывает, может быть, даже где-то какое-то недоразумение, недопонимание этого всего, потому что это ново, это непонятно и вызывает такие эмоции. Но время было всегда, естественно, просто человек не входил в субстанцию времени. А то, что мы называем времени, судя по календарю, то, что мы называем времени по часикам, это есть не что иное, как перемещение пространственных объектов, допустим, Солнца, планеты вокруг Солнышка, Солнышко вокруг центра галактики, Млечный Путь. То есть это есть просто как бы перемещение плотных тел по отношению друг к другу. Это не есть собственное время. Но как понятие времени использует мозг человека? Как он опирается на это понятие? Как он оперирует этим понятием? И как сделать так, чтобы это понятие было эффективным инструментом для вашей жизни? Через ритмы, через знаки, через все те проявления событийные внешнего мира, с которыми связано время, через которое мы его маркируем, как бы отмечая отдельные его моменты знаками, вы можете понять, каким образом его использовать. Этим занимается Ирлем, Институт изучения времени и Институт ритмологии Марченко. Но снова надо выбирать, а куда сейчас, после окончания университета, куда же направиться, где много времени? Оказалось, что максимальное количество внимания в данной стране, да не только в данной стране, вообще на этой земле уделяются военно-промышленному комплексу. Это, конечно, было таким откровением, как люди, которые желают жить, тратят все свое внимание, все свое время на то, чтобы разрушить самих себя и разрушить окружающий мир. Иду туда. Надо же изучить, но если все внимание там, все деньги там, лучшие условия жизни там, наука туда, значит, где еще взять время? То, естественно, я распределяюсь в ракетный центр. Делаю задачи, я решаю, я делаю ориентацию ракет по звездам. То есть нет, я как бы продолжаю сниматься профессией, которую выбрала. У меня звезды. Но сейчас людям звезды нужны не для того, чтобы жить и набирать время, а для того, чтобы уничтожать жизнь. Те же самые звезды вдруг вместо того, чтобы давать время, становятся в противофазе. Оказывается, у человечества все в противофазе. Оказывается, человеческий разум, он очень странный. И я начинаю с этим разумом знакомиться. Тогда я создаю в этом же ракетном центре группу, которая называлась очень красиво, она называлась АПФИР. Или система психофизиологической разгрузки. И начинаю интересоваться больше космонавтами. Создавать капсулу, в которую можно было поместить человека, дать ему нужный цвет, нужный звук, нужный тон, дать ему все, что ему нужно для жизни, чтобы он раскрылся. Мне выделяют целую медсанчасть и выделяют две тысячи людей, за которыми я могу теперь наблюдать. Естественно, у меня есть возможность создавать всевозможную аппаратуру медицинскую. И можно заниматься КВЧ-инициацией, УВЧ-инициацией. То есть я уже беру лучи или производные от времени и начинаю смотреть по точкам, интересуясь китайской философией, выбираю все меридианы, которые есть на человеческом теле, энергетические, и как эти лучи воздействуют на людей. Музыка Музыка Но дальше что оказалось? Оказывается, люди не так и дорожат своим взглядом из времени. Они как бы больше заняты своими суетливыми пространственными делами. И время это такое тридесятое, которое почему-то у людей очень быстро уходит в никуда. Чем же занимаются люди? А я же не могу остановиться, мне же надо во время. И тогда я начинаю менять свой способ взаимодействия со временем. К тому моменту я оставляю своего мужа астронома, потому что я начинаю изучать человечество, я выбираю мужа металлурга. И вот сейчас прожили с ним уже тридцать лет, да? Я просыпаюсь и словами слышу кровать любимая. Когда мы прощаемся на чуть-чуть, я слышу, можно тебя поцеловать? Ну, будь любезна, хоть одну твою клеточку. И так все тридцать лет. Представляете? Если есть время, все, вы уже любимы изначально, потому что вы дарите время. И тут, представьте, я только родившая женщина, кормящая мама, у меня дома еще двое детей, новый муж, и все. Это я оставляю на секунду, чтобы прийти в спортивный зал. И вокруг меня собирается такое количество людей, что у меня темно в глазах. Потому что они все хотят времени. Я-то знаю, чего они хотят, а они же не знают. Они ко мне приходят за здоровьем, они приходят за успехом, они приходят за семейной жизнью, они ко мне приходят, чтобы стать счастливыми просто-напросто. И снова вот оно время, которое мне хочется дать людям, и я могу уже это сделать, поскольку первое, я изучила эту землю, второе, я изучила это человечество с точки зрения времени, третье, я могу теперь капсулировать время и вводить конкретно в конкретного человека конкретную дозу времени, и вижу свои результаты, что происходит, как все желания исполняются. писатели. Она издала уже больше 300 книг. Издает ее книги Санкт-Петербургская издательство «Родац». И это единственное в мире издательство, которое издает одного писателя. Человек, когда прочитывает эти книги, в нем происходит нечто. Входит вот этот звездный свет, эта космическая энергия, которую он только-только начинает познавать. Хочу вам прочитать «Ритм». Он так и называется «Ритм». «Ритм бережно рукой прикоснулся к тебе. Прими лучшего друга. Он пришел за тобой, вестник, повести тебя вдали светлые. Вставай, путник, пора. Если ты сейчас не двинешься в путь, он останется тебя охранять, учить и вразумлять какое-то время. А потом покинет тебя, и ты переживешь неслыханную и несказанную потерю. Не утеряй друга, пришедшего тебя спасти от круговерти бессмысленности». Первое отличие, на мой взгляд, того, что такое институт ритмологии, в отличие от всех других учебных заведений, это то, что здесь приобретается способность жить активно, жить радостно, жить полноценно и при этом сохранять полную активность мозга, учиться читать себя, учиться читать окружающую жизнь как систему знаков. Это не просто передача системы знаний здесь происходит. Здесь происходит прикосновение к времени как таковому. И не просто ко времени, как к текущему календарному времени, а ко времени еще более высокого порядка, о котором, в принципе, никто не знал до появления метода Семер-0, до публикации этого метода Евдокии Дмитриевны. Это знакомство с ритмом времени. И вот эти два перехода, да, из пространства обычной жизни, из энергии информации привычных обычных, переход в пространство, из пространства во время, и затем переход из времени в ритм во время, вот на первых шагах, на первых ступенях этого перехода встречает всех желающих Ирлен и учит грамотно существовать во времени, со временем и постепенно становиться самим, самому носителем времени. Каждый человек для меня поделен на две составляющих. Первая – это человек как химический гардеробчик. Со всеми его химическими реакциями внутри тела, со всей его программой, которую он себе организует в видимом мире. И второе – это его словарный портфельчик. Это все, что человек имеет внутри собственного мозга, чтобы общаться с себе подобными. Все вы разные. Кто-то максимум своего времени тратит на химический гардеробчик, чтобы держать его в полном порядке. Кто-то, наоборот, предпочел химическому гардеробчику свой словарный портфельчик и заботится о пополнении словарного портфельчика. А я рассказываю вам о времени. И поэтому мне важно только одно. Когда вы тратите свое время, смотрите, куда. А здесь вы его будете получать. И книга, которая сейчас написана для вас, писалась мной просто на одном дыхании. «Мне так хотелось подарить вам дом, где живет время». Начинаем открывать первую главу. Итак, Ирлем – институт, который изучает со временем. Основное направление этого института – это изучение возможностей мозга при работе со временем. Это возможность коррекции жизни человека введением ритмом времени и восстановления ритма в жизни человека. Действительно, существуют физические, химические циклы реакций, например. Существуют биологические ритмы человека. Существуют космологические ритмы. Существуют ритмы Земли в целом на длительном пространстве, если времени рассматривать. И у человека есть свои ритмы, которые называют часто биологическими ритмами. Именно этими всеми процессами и занимается с точки зрения ритмологии и теории времени институт Ирлем. До занятий, до встречи с методом, и даже несколько лет после того, как я занимался методом, моя прикрепленность к родному городу Омску, связанная с тем, что у меня отрицательный резус-фактор, а известно, что люди с таким резус-фактором не очень зависят от своего места рождения. Эта прикрепленность была, не сказать фатальной, но очень жесткой. Проходит несколько лет после этих фраз, после этих встреч. И вот я меняю уже вторую столицу. То есть я полтора года живу и работаю в Санкт-Петербурге, затем я уже практически год работаю в Москве. Я поменял полностью, ну скажем, род своей деятельности. Я сейчас работаю в институте, в институте, который занимается временем и ритмовременем, то есть тем, чем никто практически в мире не занял. И вот эти мечты, которые где-то из детства тянущиеся, вот это желание и стремление к чему-то высокому, к чему-то необычному, к чему-то новому. Тут уже, видимо, вторая группа сказывается до крови, когда хочется все время чего-то нового осваивать, какую-то новизну. Но вот эта новизна настолько, опять же, удивительна и запредельна. Когда мы изучаем, когда мы знакомимся, когда мы передаем уже конкретные методики работы со временем, вот это просто удивительно и потрясающе. Я думаю, что это именно при встрече с Евдокией Дмитриевной открываются те возможности, которые заложены в тебе, но которые ты сам в течение своей жизни, может быть, в силу каких-то обстоятельств, заложенных социальной средой, экономической средой, ты не смог реализовать. И именно встреча с Евдокией Дмитриевной открывает все возможности, те врата, в которых ты встречаешься с собой настоящим, с тем собой, которым ты пришел для того, что ты хотел осуществить на этой земле, на этой планете. До встречи с Евдокией Дмитриевной я только мечтала о том, чтобы стать профессиональной певицей. И именно после встречи с Евдокией Дмитриевной моя жизнь развернулась так, что я смогла получить профессиональное музыкальное образование, закончила консерваторию, аспиратуру, и после этого стала лауреатом двух международных конкурсов, вокалистов в Италии. И в моей жизни, моя жизнь наполнилась совершенно другим значением. Те моменты, о которых я мечтала, давая в детстве, концерты для своих родственников, развернулись в настоящие профессиональные концерты на большую аудиторию. Меня привели в гости просто, гости Евдокии Дмитриевне. И первое ощущение, которое у меня длилось целых два с половиной часа, то есть пока шла вся встреча, что где-то я уже встречалась. То есть настолько была такая вот очень встреча, что я с этим человеком постоянно где-то виделась и пыталась все время вспомнить, где и как. Там на этой встрече мы пили чай, ели халву, там было пианино, я даже что-то там поиграла. И в основном я запомнила, как мы рассматривали пастельные картинки со знаками зодиака, и которые оживали в руках у каждого совершенно по-своему. И вот интересно, как в дальнейшем это все развернулось. То есть поскольку я туда поехала как бы на музыкальной волне, этот талант у меня, видимо, как-то так и разросся, поскольку мне первое в голову пришло написать мелодию на ритмы. Это была невероятность встреч. То есть та встреча, которая потрясла своей невероятностью, она, видимо, как-то собралась вот на этот ритм. Равнозначность пространства и времени. Естественно, первое впечатление просто ошеломило меня. Человек, владеющий аудиторией, без единой бумажки, ни один день дает такую уникальную программу, которую сложно принять, понять. И человек не заглядывает ни в бумажку, ни в книгу, и все это доносит до данной аудитории. И самое-самое поразительное, что аудитория там в тысячу, в две тысячи сидит совершенно спокойно, тихо. Обычно приходится уговаривать там, что тише, тише. А здесь вот все замирают. Люди очень меняются, которые прикасаются, с которыми состоит встреча. Средники администрированы очень меняются. Внутренне, внешне. Меняются родственники, меняются дети. Происходит изменение большое. А почему все это происходит? Потому что мы меняемся рядом с этим человеком сами. Ты изменился, и все меняется вокруг. Самое главное, то, что отличает Евдокию Дмитриевну, наверное, от всех других встреч людей, с которыми я встречался на этой планете, это всегда ощущение счастья после встречи с ней. Если с помощью метода «Ритма времени» удастся изменить мышление человека, удастся изменить его планирование личной жизни, удастся изменить его поведение и сделать жизнь человека более продуктивной, интенсивной и интересной, наверное, в этом случае цель института Марченко и будет достигнута. Я думаю, что на этом пути предстоит еще многое сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В сегодняшнем мире, перенасыщенном информацией, наш мозг принимает удары этой информационной волны постоянно. Каждый человек, где бы он ни находился, либо он видит телевизионную картинку, либо он гуляет по просторам интернет, либо он выходит на улицу или едет в автомобиле, в любом случае наш мозг получает огромные дозы информации. С этим потоком информации часто мозг не справляется, поэтому очень важно понимать, каким образом настраивать свое мышление, чтобы принимать нужную тебе информацию, чтобы обрабатывать ту информацию, которая пригодится в дальнейшем, чтобы использовать эту информацию для принятия правильных решений. Может быть, одним из методов и действительно существенных методов является метод ритмологии, который разрабатывается Евдокимей Марченко. И я надеюсь, что, посмотрев эту программу, вы задумаетесь о том, что такое время, и не пора ли вам заняться ритмологией? Каждое место, оно по-своему великолепно, но его нужно вычленить и оставить в человеке только время. А когда остается время, вот тут мне уже интересно. Мне есть о чем поговорить, есть о чем побеседовать. Уходит бытийность, уходит, ну, обыденность, уходит животные инстинкты, приспособления, выживания. И остается чистый человек. В первой части своих занятий где-то вот еще 15 лет назад, 20 лет назад всегда всех вывозила. То есть брала людей и с собой перевозила из одного города в другой. Они попадали то в песок, то в тайгу, то на море, то попадали в высокие горы. И все время наблюдала, 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 когда же в человеке останется чистый человек. И, конечно, если у него в корнях, его предки долго-долго жили в каком-то эгрегоре, практически его не меняли, то у них это настолько глубоко. Они просто этим пропитаны, они впитали это с молоком матери. И удалять достаточно сложно. А мне же еще надо, чтобы человек сам удалил, по доброй воле удалил. И удалил так, что в любой момент он может этим воспользоваться. Поэтому путешествие очень полезное. Получается, что я прожила такое огромное количество жизней за вот тот краткий период календарного времени, который отведен. И каждый отрезочек его очень яркий, очень сочный, очень насыщенный. А какое количество людей, с которыми я познакомилась. И надо же, ведь только в мою голову могла прийти идея облететь всю землю вдоль и поперек, согласитесь. Так удивлялись все, когда мы им заказывали эти путешествия. Когда я впервые сказала, я хочу на Северный полюс. На меня так посмотреть, говорят, а женщинам там вообще не место. Поэтому летим в совершенно жутких условиях, а теперь уже туда ходят экспедиции. Как обычно, стоит что-то сделать, начать. Начало все удивляться. Говорят, как? Это невозможно. А потом, оказывается, не просто возможно, это приятно, и все туда устремляются. А с Южным полюсом, когда я сказала, мне нужен Южный полюс, нужен, и все, везите меня туда, как хотите. В результате люди теперь знают, что на Южный полюс тоже можно поехать. И, конечно, то есть то, что я делаю, это всегда удивительно, это всегда уникально. Это потом уже люди начинают этим пользоваться, и им кажется, что это само собой. Поэтому первое у меня всегда юность. То есть у меня всегда, в принципе, я всегда как ребенок, который что-то начинает. А в заключении программы мне хотелось бы поздравить Евдокию Дмитриевну Марченко с ее днем рождения. И пожелать ей и ее институту успехов в развитии метода ритмологии. Удачи вам! И думайте в ритме времени. Автор и ведущий программы Владимир Вронников. Камера и монтаж Борис Гадасик. Дикторский текст Владимир Вронников. Константы проекта Анна Прус, Торонто и Ирина Латыбова, Санкт-Петербург. В программе использованы материалы. Фильм о деятельности Евдокии Марченко, Ирлем. Материалы программы «Ничего случайного не бывает». Интервью с Линд Гринегович. 2010 год. Канал РТВА и Канада. Фото и видеорепортажи с выставки «Куда уходит время». 2010 год. Торонто. Производство студии BMC. Фотографии и биографии Евдокии Митриевны Марченко предоставлены Ирлем в 2011 году. Использованы отдельные фото и тексты из книги Евдокии Марченко «Ирлем». Авторский центр «Адаст» 2008 год. Программа посвящена юбилею Евдокии Дмитриевны Марченко, основателю института «Ирлем». Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова